Жены и родственники мобилизованных анонсировали новую акцию «Марш пустых кастрюль». Он пройдет в субботу в 17.00. Родные мобилизованных намерены выйти на балконы и кухни жилых домов, чтобы постучать по пустым кастрюлям. Субтитры создавал DimaTorzok Так родственники хотят привлечь внимание к репрессивному режиму в России и проблемам военнослужащих. В телеграм-канале «Путь домой», в котором как раз состоят родственники мобилизованных, сказано «Марш полностью безопасен, и поэтому на данный момент является чуть ли не единственным способом привлечь к нам внимание. Пускай все услышат этот взвод. Нужно заставить наши власти, наконец, реагировать на наши проблемы». Между тем, «Марш пустых кастрюль» впервые прошел в 30-е годы во Франции в XIX веке и с того момента превратился в форму протеста. Такие марши также проходили в Венесуэле, Аргентине и, например, в Петербурге в 2007-м. Об этой акции мы поговорим с Кристиной, женой одного из мобилизованных. Из соображений безопасности мы с Кристиной будем говорить без видео, но Кристина сейчас с нами на связи. Кристина, здравствуйте. Здравствуйте. Я понимаю, что довольно трудно оценить, но, может быть, примерно известно, как много людей откликнулись, готовы потенциально поучаствовать в этой акции? Ну, вообще откликнулось довольно-таки нормальное число людей, которые готовы поучаствовать в этой акции. Но также есть люди, которые считают, что она не увенчается успехом, и это полный абсурд стучать половникам по кастрюле у себя на балконе. А насколько жены и родственники мобилизованных сейчас вообще боятся открыто выступать против власти? И самое главное, чего боятся? Преследования или что будут угрожать именно мужу, который находится на фронте? Женщины боятся именно того, что будут угрожать их мужчинам, которые находятся на фронте. Потому что прецеденты уже были, к нашим мужчинам приходили разные сотрудники в фронте и разговаривали на различные темы. Там были даже угрозы по факту, если там твоя жена не заткнется, то ты отправишься в штурм без возвращения. То есть именно этого женщины боятся. А в плане себя сесть, мне кажется, уже никого не пугает этот момент. Страшнее за жизнь близкого или родного человека. А вот не могли бы чуть подробнее рассказать, как вообще сейчас ведут себя с вами силовики, я не знаю, какие-то местные чиновники? Можно ли сказать, что за время ваших акций у них, не знаю, какая-то сформировалась стратегия, какой-то план действий, общения, взаимодействия с вами? Ну, сформировалась как? Они просто ходят за женщинами по пятам, то есть ведут какую-то слежку. И, я так понимаю, делают вид специально, чтобы их заметили. И, то есть, вот таким способом пытаются надавить на женщин. А еще вызывают кого-то, ну, полицейский приходит на дом, мы, наверное, тоже не раз слышали. Говорят, что участие в акции – это какая-то экстремистская деятельность, выложить цветы, ну, и все в этом духе. Ну, и к мужчинам приходят, допрашивают. Ну, я предвижу такие, наверное, вопросы, какие-то комментарии от, скажем, злопыхателей, что тоже мне протест постучать на балконе по кастрюле. Но, между тем, вот на ваш взгляд, почему даже такая форма протеста символическая, да, вряд ли уж это поможет как-то ключевым образом повлиять на власть, но, тем не менее, это все равно какой-то небольшой вклад в общее дело. Вот почему это важно сейчас? Ну, потому что это звук. Ты стоишь по кастрюле, это звук. И этот звук слышат люди, которые там проходят мимо твоего дома, твои соседи. Ведь проблема мобилизованных вообще СВО выяснилась, что она незнакома вообще сторонним людям. То есть мне периодически задают такие вопросы, а у нас СВО еще не закончилось? А сколько лет у нас с СВО? Четыре года? Или пойти его сейчас вспомню? А, разве мобилизованный уже не дома? Не помешал звук. Да-да-да, нет, все хорошо. И я так понимаю, часто тоже вопрос, а что, мобилизация не закончилась? Но это, наверное, уже не вам его задают. Да-да-да-да-да. И то есть я думаю, что вот эту акцию люди будут слышать, даже если один человек, а там не выйдет твой сосед напротив, там, в соседнем доме, не знаю. Если именно ты хотя бы будешь штучать, то это привлечет внимание людей. И думаю, в интернете все равно это будет распространяться, и со временем будет известно, к чему была приурочена эта акция. То есть это уже дойдет до обычных гражданских людей. Ну что ж, Кристина, желаем вам удачи, большое спасибо. Кристина, жена мобилизованного, была с нами на связи.